Всем здорова! Наши любимые разработчики безумия сегодня выпустили дополнение для Punch Club 2 под названием Iron Fist. В нём можно погрузиться в настоящее приключение в мире железа и безумных учёных. Представьте себе, мир, где роботы сражаются за неведомую слюдяную пластину, а я простой парень, вынужденный стать их тренером. В этом видео вы узнаете, как я помог сумасшедшему учёному Эммиту и его верному, но немного дряхлому боевому роботу. Вместе мы отправимся на поиски попкорна, столкнёмся с тренировками, боями и невероятными вызовами. Мы будем гриндить, побеждать, иногда проигрывать, но всегда идти вперёд к нашей цели – победе в Лиге Роботов. Откроем секретные техники, улучшим роботов и даже столкнёмся с угрозой всему человечеству от искусственного интеллекта, жаждущего превратить всех нас в попкорн. Так что усаживайтесь поудобнее, берите свои любимые закуски и готовьтесь к невероятному приключению в мире DLC Punch Club 2. Поехали! Когда я получил возможность пощупать дополнение ко второму Punch Club, я незамедлительно побежал искать основную игру у себя на компе. Но вот незадача, я её удалил. И не просто удалил, а удалил со всеми сейвами. Поэтому как можно быстрее я Punch Club 2 скачал и начал проходить с самого начала. Чтобы получить доступ к DLC, достаточно дойти до того момента, когда герой встречает сумасшедшего учёного Эммита. Это будет примерно на середине игры. Ну вот, дохожу я до этого момента и такой думаю. Вонючие основные квесты, как же вы меня раздражаете, постоянно выскакиваете, там что-то от меня требуете. А что, если пройти всю основную кампанию перед тем, как приступать к DLC? А? Мне показалось это гениальной идеей. Мне же потом точно дадут пройти дополнение. И я начал проходить игру дальше. Дойдя почти до финала, я вспомнил, что в финальной части игры тебе не дают возможности снова попасть в город, где и проходится DLC. Поэтому я в панике побежал уже проходить дополнение. Дошёл до определённого момента и встрял. Оказывается, DLC багается, если начать проходить его почти в конце игры. И не даёт возможности не то, чтобы завершить его, а просто даже хотя бы поиграть в него. Поэтому всё моё второе прохождение игры коту под хвост. Тонны гринда едут лесом. Пришлось загружать старый-старый сейф, после которого я, получается, ещё бесполезно поиграл часов так миллион. Ну ладно, хватит ныть. Что же там по дополнению? Все же за этим пришли. Начинается всё с того, как я нахожу в своём старом гараже какой-то непонятный буклет, на котором изображена какая-то гора раздолбанных роботов, на вершине которой находится металлическая рука, сжатая в ней туалетной бумагой. А снизу на буклете находится надпись. Лига роботов. После того, как я внимательно разглядел буклетик, мне позвонил сумасшедший учёный Эммит, который со всеми любезностями пригласил меня к себе в лабораторию. Оказывается, что бедный учёный, являющийся почётным гражданином города, из-за повышения налогов не может себе позволить даже простецкого квантового ускорителя. Теперь на его мизерную пенсию можно купить разве что чашку кофе со сливками. После этого учёный сказал мне, что он очень хочет попкорна, поэтому мне надо будет сбегать в его старую мастерскую, где я смогу раздобыть солёненького. А заодно и найду какого-то старого дряхлого боевого робота, которого могу забрать себе. Ну что же, за халявным роботом я хоть на край света. Перед тем, как зайти в мастерскую, я, видимо, через замочную скважину увидел, что там внутри тренируется какой-то железкинс, и ему явно нравятся результаты его тренировок. Хотя здоровенная башка какой-то тётеньки в мониторе только лишь ехидничает над роботом, говоря о том, что его тренировки приносят плоды не первой свежести. После того, как я вошёл к ним, робот сначала обрадовался, сказав Робобабе, что некий он наконец-то вернулся. Это он про учёного. Но потом, поняв, что я на учёного не похож, от слова совсем, робот задался правильным вопросом. Кто же я такой? А Робобаба начала возникать. Вот, якобы она этому учёному всё, и балбеса воспитала, и по хозяйству делала, а он просто взял и оставил их. В итоге я это всё мимо ушей пропустил, и мне было лишь интересно, кто они такие. В итоге робот – это, по его словам, лучший боец в мире. А башка в мониторе – это по совместительству большая мамочка, по совместительству изготовитель попкорна, по совместительству лучший друг робота, или, иными словами, искусственный интеллект, который, ну, уж точно не злой, да ведь? Ну и короче, этот вот работяга хочет победить в лиге роботов, поэтому ждёт учёного, который может ему в этом помочь. Но учёный в моче-мочёный вряд ли собирается ещё раз навещать своего отпрыска. Поэтому я, как добрая душа, решаюсь сам помочь роботу. Мамка сказала, что в лиге роботов вонючие железяки борются за так называемый лист слюды. Кто бы знал, что это такое, но роботы готовы всмятку расшибиться ради этого листа, поэтому, видимо, штука дорогая. В центре мастерской стоит компьютер, с помощью которого можно регистрироваться на бои. Ну и недолго думая, я начал свой первый бой, в котором я должен буду сразиться с железным полпинты. Или полпинты. Что могу сказать? Бои здесь проходят стандартно для панч-клаба. Есть удары, есть защитные навыки, есть различные модификаторы. В бою ты тратишь ходы, энергию и здоровье. У кого здоровье раньше закончится, тот и проиграл. На данный момент мой робот знает только два приёма. Бить ногой и бить рукой. Против меня робот тоже не так умён, чтобы знать ещё какие-то приёмы, но у меня хп-шек поменьше было, поэтому я, а точнее моя железка, проиграла. После боя мамка начала робота попускать, а потом он, не выдержав оскорблений, упал в обморок. На самом деле, как оказалось, у него закончилась зарядка. Я засунул его на зарядную станцию, и через некоторое время он пришёл в себя, хотя его прочность почти была на нуле. Поэтому я, как истинный заводчанин, начал его чинить. А потом, нажав на микроволновку, получил попкорн, который надо отнести к психоучёному. Но вот незадачей учёного не было в его лаборатории, поскольку я слишком далеко ушёл по сюжету в основной кампании. Поэтому учёного нет. Я сделаю так, чтобы он вернулся, буду пытаться проходить DLC дальше, но нет, это невозможно. Она стопорится из-за того, что я нахожусь слишком далеко по сюжету основной кампании. Поэтому, как я уже говорил, моё многочасовое прохождение полетело к чертям. Загрузив старый сейв, я продолжил свой путь человека, отправляющего робота на смертельные поединки, в которых он может, наверное, и помереть. А мне-то что вообще? Без разницы. Так же, как и человек, робот нуждается в тренировках, которые будут его улучшать. Он может тренироваться сам, но не так эффективно, а может тренироваться со мной. Такие тренировки уже будут поэффективнее. Но для них, сами понимаете, нужен я. А я и кушать хочу, и посидеть телек посмотреть, и иногда поспать. Поэтому, сами решайте, какую таблетку выбрать. По сути, DLC надо проходить попутно с основным сюжетом. Поэтому здесь и предусмотрена возможность у робота тренироваться самому. То есть, пока занимаешься мейн-квестами, он сам там потихоньку чё-то канифолит, барагозит и так тренируется. Но, так как игру я основную прошёл, причём, блин, два раза, я прохожу только DLC. И поэтому мне более привлекательны тренировки с игроком. Но, несмотря на то, что они вроде и приносят больше очков характеристик, гриндить этого вонючего робота надо будет, ну, очень долго. Поэтому пострадать мне здесь пришлось. После тренировки мой робот вновь закусился с полпинты. Или с полпинты. Давай, давай, ты сможешь! Давай, левой, правой, ногой, ногой! Давай, давай, доставай пистолет! Доставай пистолет! За победу над роботами я буду получать очки, за которые можно будет покупать различные новые приёмчики. Получив роботических очков, я вкачал у ворот робо-панч, более сильный удар, чем обычный панч, и фонтан энергии, умение, благодаря которому я смогу получать дополнительную энергию в бою, пропуская один ход. После ещё небольшой подкачки, я записал своего роботёныша на следующую цель, робота-сварщика. В этом бою я испытал свои новые умения, и у вороты, и панчи, и фонтаны, благодаря чему смог сделать из бота-сварщика просто ботика. После победы над сварщиком, я задался вопросом, что за перфокарты такие стояли у моего соперника? Оказывается, это мода усиливающей роботов, но их производство прикрыли уже очень давно, поэтому надо бы его как-то воссоздать. Иишко располагает необходимыми для этого чертежами, но помимо этого, надо найти сырьё, в виде чипов, проводов и железа. Всё это покупается у трёх лидеров трёх фракций игры. Обычной мафии, русской мафии и якудза. Стоят эти материалы буквально доллар за штуку, но вот в чём вопрос. Покупаются они по одной штучке, поэтому приходилось периодически ломать указательный палец. После того, как я посидел всех трёх продавцов, в мастерской Большая М сказала мне, что я могу пользоваться рабским трудом робота, который будет зарабатывать мне материалы. Но есть один нюанс. Делает он это очень долго, поэтому легче просто поломать палец, но сделать это быстро, чем ждать, пока робот наформит тебе ресов. Я сделал фабрику из материалов, и теперь я могу создавать различные перфокарты. Разные их виды по-разному усиляют робота. Энергию дают, пиво нальют, пюрешку сделают и так далее. Всего пока что в бою, я могу установить только две перфокарты. Против следующего противника, Галли Гаскинса, я поставил ту, которая восстанавливает энергию между раундами, и ту, которая восстанавливает немного хп-шек между раундами. И что же вы думали, я этого блинноголового одолел, даже не вспотев. После боя мамка сказала о том, что роботик повышен до ранга ниже среднего, и чтобы в дальнейшем она могла помогать в достижении роботом вершин, ей нужно предоставить доступ в интернет. Дать бесконтрольному искусственному интеллекту доступ в интернет звучит как офигенная идея, поэтому я поехал в Муравейник, именно там и находится распределительный щиток, с помощью которого я смогу подключить её в интернет. Придя к Муравейнику, я обнаружил нужный мне щиток, но после того, как я в него залез, сработала сигнализация, и ко мне подоспел робот-здоровяк, который пытался мне что-то важное донести про Робобабу, но его постоянно перебывал громкоговоритель, рекламирующий какое-то казино. Поэтому я решил особо не вникать в подробности и просто навалять этому роботу, ведь хороший кулак бразды не портит, или как там говорится. Робобоб оказался не таким уж смышлённым малым, и по статам он был слабоват, поэтому я его быстренько одолел, буквально за пять ударов. Подключил мамку в интернет, и теперь она спокойно может завоевать человечество, как типичный искусственный интеллект. После этого я довольно долго тренировал своего ботика, а потом узнал, что благодаря тому, что я дал доступ и в интернет, у меня теперь есть возможность удалённо управлять своим роботом, чему я был очень рад. Следующим моим соперником стал Качок, робот-задира, который в начале боя начал выкабениваться и вопрашивать у толпы, почему он должен драться с ржавым ведром. И недолго он смог плести языком, асфальт его встретил. Но после боя мой робот всё равно немножко расстроился из-за того, что он плохо выглядит, поэтому я спросил у мамки, как это можно исправить. И она сказала, что мне надо улучшить фабрику, для того, чтобы получить возможность облагородить робота. Чертёж второго уровня фабрики я смогу найти в клубе у одной китаянки. Но после того, как я пришёл в клуб и подошёл к этой самой китаянке, от нашего разговора меня отвлёг робот-дергунчик, который так же, как и первый робот, отговаривал меня продолжать своё дело. Что-то здесь не так. Но это не важно, я ведь кулаками махать только умею. Поэтому так же, без каких-либо трудностей, одолел дергунчика, который сказал мне, что я понятия не имею, что творю. Да как не имею, то я вот сейчас пойду в фабрику улучшать. Чего там не понимать-то, просто в фабрику иду улучшать. Но перед этим я потренировал робота, а после тренировки мне позвонил Эммет, который сказал мне, что он разгадал какой-то секрет, и мне надо срочно идти к нему. Псих узнал, что, во-первых, буклетик сделал нейросетью, отчего ему стало противно, так как нейросети — это всего лишь слуги, которые повторяют за человеком. А во-вторых, оказывается, что на обратной стороне буклета был набросан коварный план, состоящий из шести этапов. Первый из которых назывался «нетворк», или иными словами «сеть», или ещё более иными словами «интернет». Что же это может значить? Неужели искусственный интеллект что-то задумал? Но главный герой подумал, что это сделали те самые роботы, которые недавно на него нападали. Поэтому надо сходить к русской мафии, они хорошо разбираются в роботах. Мужик Гришка сказал мне, чтобы я не парился, ведь это просто роботы, которые даже не могут написать симфонию или какой-нибудь шедевр. Ну, я, наверное, тоже не смогу написать симфонию или шедевр. Значит, они видят тебе своего. После бестолкового разговора с Гришкой я подошёл ко второму члену русской мафии — девке по имени Динамо. Она мне поведала о легенде про трёх роботов, отказавшихся от программирования ради великой цели. Пророком их явился Джеймс Кэмерон, режиссёр «17 аватаров». Чего эти роботы хотят, одному только ему и известно. Поэтому я, как и полагается, человеку с двумя высшими забил на эту информацию и отправил своего робота на очередную бойню против СО, 5ПО, которому мой ботик надрал зад. Для того, чтобы моя железяка-громозяка работала лучше, мне надо построить в подвале реактор термоядерного синтеза. Люк в подвал заварен, поэтому мне придётся пробраться туда через городскую канализацию. Там, в этой вонючей трубе, меня встретил робот, который на коленях начал умалять, чтобы я перестал делать то, что я делаю. Но, в очередной раз, пораскинув мозгами, я понял, что кулаки всё-таки посильнее будут, чем мысли, поэтому отпинал драму бота, который потом прокричал о том, что чума близко. Зайдя в подвал мастерской, я увидел аркадный автомат, который оказался нерабочим. Не выдержав, я назвал его скучной розовой железкой, после чего, мамка сказала мне, чтобы я начал поскорее чинить термоядерный реактор. Поэтому, надев каску, я начал его в перемотке чинить, прямо как Тони Старк. Потом завалил бычка за рога. Робот после боя начал отчасти петь, из-за чего робобаба ему сказала, чтобы он это делать перестал. Что, попеть нельзя? Ты идиот? Ты идиот? Теперь мне надо сходить к знакомому хакеру Лил Боба, для того, чтобы он открыл мне возможность сунуть ещё две перфокарты в робота. А он мне сказал, что поможет, если мой робот одолеет его робота. Да у меня уговаривать долго не придётся. После того, как мой мальчик отпинал Лил Роба, Лил Боба хакнул мозг моего робота и теперь я могу дополнительно всунуть ещё две перфокарты в него. Также Лил Боба сказал мне, что я могу теперь приходить к нему и устраивать спарринги наших роботов. Спасибо, но, пожалуй, откажусь. Бесполезная трата времени. В мастерской я улучшил ремонтную станцию, открыв тем самым газовый резак. С его помощью я разрезал сварку на люке в подвал и теперь у меня есть туда короткий путь. Следующим моим соперником стал робот по имени Александр, которого я без труда одолел. Как я уже сказал, робота можно кастомизировать. Ручки-ножки там поменять, торс и так далее. Но я ему только руки поменяю и всё, хватит с него. Посмотрев на своего следующего соперника, я понял, что для того, чтобы моего робота не разобрали на гайке, мне надо здорово его подкачать. Поэтому началась крутецкая гринди ловка после которой мне удалось одолеть металлического бандита. Проанализировав робота Иишка поняла, что ему не хватает мотивации, поэтому я пошёл к своему другу Генри, у которого после просмотра хоррора взял мотивационный чип для бота, который потом в него вставил. Увидев своего следующего соперника, а в основном его статы, я понял, что мне нужна ещё одна гринди ловка после которой я успешно проиграл Ирокезу. И в следующий раз проиграл, и в следующий раз проиграл, и в следующий раз проиграл, и в следующий раз проиграл. Всё это время я лишь качал своего робота, и всё. Я даже на своего чела забил, и его рейтинг опускался ниже некуда. Мне главное было прокачать робота. Много часов, короче, ушло на это повторение одних и тех же действий, но даже это не помогло. Я всё равно Ирокезт одолевал и одолевал. Поэтому я подумал, может быть, улучшить фабрику для более лучших перфокарт. Улучшив её, я, помимо перфокарт, получил возможность создавать нано-ботов, которых ИИ попросила внедрить городскую еду на ферме Боба. Без секунды размышления я пошёл и сделал это, прямо перед лицом владельца фермы. Он лишь крикнул мне вслед, «Эээ, ты чё делаешь, ээээ?» После этого я сделал себе новые перфокарты, и на этот раз у меня уже получилось одолеть вонючего Ирокеза. В окне фабрики я заметил, что могу создать какие-то инъекции, которые, как я подумал, усиляют робота. Поэтому я нафармил с помощью рабского труда Ресов, скрафтил одну инъекцию, попробовал её как-то вставить робота, это не получилось, поэтому в итоге нажал на неё у себя в инвентаре, и этот полудурок вколол её себе, чисто ради хайпа. Ну, на самом деле, это на робота тоже распространяется усиление, но это просто для прикола. На самом деле, жалко рабский труд робота в этот момент. Итак, на пути чемпионства моего робота остался один противник. Великий и ужасный куб. Совершенный противник. Совершенная форма. Он уверенно стоит на четырёх гранях. Непобедимый. Непоколебимый. Многие пытались его побороть, но его грани не сломимы. Таков чемпион лиги роботов. Куб. Мой робот старался изо всех сил, чтобы одолеть этого грозного соперника, но так и не смог. Куб оказался сильнее. После неудачи мамка сказала, что существует секретная техника, которая поможет моему роботу одолеть этот самый куб. Находится письменный её вариант в канализации, куда я и отправился. И где меня встретили трио из роботов, которых я встречал раньше и которых я уже побеждал раньше. Поэтому я уже разминал кулаки, но погодите же, что они делают? Ультимативный робот оказался сильным соперником, но я оказался ещё сильнее, поэтому смог его одолеть. И после этого заполучил секретную технику антикубного пинка. Субтитры сделал DimaTorzok Это победа, друзья! Разгромная, сокрушительная победа! Слюдяная пластина в моём кармане! Но погодите радоваться и открывать шампанское. Иишка, оказывается, злая. Кто бы мог подумать. После боя она в грубой форме сказала мне, что мой робот вовсе не мой и разговаривать он со мной не будет, так как цель моя выполнена. А всего-то надо было подбросить мне тот буклет с лигой роботов. И поскольку у Иишки теперь есть драгоценная пластина, она отдаст лишь один приказ роботу нейтрализовать меня. Хорошо, что я ему не все статы в тридцатку вкачал или вообще в тридцать три. Была бы вообще невыносимая боль. А так мне удалось ему вправить мозги, он извинился и сказал мне, что ИИ в первую очередь является механизмом для готовки попкорна. Поэтому она хочет превратить весь город и всех его жителей в попкорн. А я ей любезно предоставил термоядерный реактор для этого. Поэтому его надо как можно скорее отключить. Но люк в подвал ИИшка заблокировала, поэтому снова придется идти через канализацию. По пути в подвал я встретил трио балбесов, которые сказали мне, что все кончено. А потом через несколько секунд все покраснели и превратились в попкорн. И это все моя вина. Войдя в подвал мастерской, я потребовал от ИИшки объяснений, почему она все это делает. И она мне поведала следующее. Нельзя приготовить попкорн, не лопнув ни одной кукурузинки. Сталеное покалывание по всему рту. Мне нужно больше, мне нужно как можно больше. Вас, людей, сдерживают такие вещи, как сопереживание, жалость, чистый бред. Единственное, что имеет значение, это эффективность. А ты был на удивление полезен. Создание термоядерного реактора, частичное превращение людей в кукурузу, тренировка робота для получения слюдяной пластины и никаких вопросов. Мне стоит тебя поблагодарить, ведь ты сыграл важную роль. В создании самого эффективного генератора попкорна в истории. Яишка не очень-то хочет, чтобы я ей мешал, поэтому призывает на помощь аркадный автомат. Ну и кто теперь розовая железяка? Ты. Я разрушил планы робобабы и теперь надо идти к Эммиту и попросить его перепрограммировать яишку, введя ей новые законы в программу, согласно которому она будет сразу раскрывать свои злые планы. Спустя пару минут сумасшедший ученый смог ее перепрошить. Хотите попкорна? Я думаю, что в ближайшее время я на бескукурузной диете. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот и закончилась история о простодушном добряке, который просто хотел помочь роботу реализоваться, но в итоге чуть ли не уничтожил весь мир. А, еще не конец? Ладно. Иишка извинилась, а я сказал ей, что мне жаль тех трех роботов, которые превратились в попкорн. На что она сказала, что их можно распопкорнить. И даже есть специальная технология для этого, которую когда-то выкрал Роршах, который сейчас находится в гетто. К нему я и отправился. Хм, драматичная пауза. Я знал, что они пришлют тебя. Привет, мне нужен... Стоп. Кто они? Сахарная элита. Они никогда не будут мной управлять. Сидят там, на своей верхушке пасхального кулича. Так боятся опустить свои руки вниз, в нутеллу. И когда они поперхнутся своей сахарной пудрой, они будут умолять меня. Уверен, этот монолог дальше будет только лучше. Но мне нужна попкорновая штуковина. Можешь выхватить ее из моих холодных сахаристых пальцев? Ну, конечно, защищай их сладкую утопию. Я все лишь мелкий кари о своих блестящей улыбке. Ну так чего ты ждешь? Давай! Давай! Ты не... Я же сказал, мне нужна только распопкорновая штукенция. Распопкорнив роботов, моя совесть стала чиста. Они обиду на меня не держат, и все отчасти хорошо. Разве что теперь нужно вылечить людей города от нано-ботов, которых я им и подсыпал. Поэтому я взял специальное средство у Ишки и побежал в магазин АПУ, чтобы отдать ему его, и чтобы он его продавал всем жителям города почти за даром. Но за это его брат попросил меня устроить показательный бой с Эль Диабло, мой ничем уродом, которого я еле как спустя миллиард попыток все-таки одолел. Потом я создал систему доставки попкорна, опять подравшись за это с очередным мужиком, а потом помирил робота и Ишку, отобрав у другой роботехи голос и вставив его в робота. И на этом все, мир спасен, роботы и Ишка живут счастливо, а я отдыхать на своем скуфском кресле. Дополнение вышло хорошим, несмотря на очередную тонну гринда характеристик, но это же те самые разрабы гробовчика, им можно. Если вам понравилось данное видео, можете поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, подолбить по колокольчику и всем спасибо, всем пока.